Микроавтобус с беженцами из Украины волонтёры Эвита и Александр встречают на автовокзале Даугавпилса. На сей раз это четыре человека и столько же животных. Их путь из Хрессонской области, сначала через оккупированный Крым, а затем по территории России, занял более трёх суток. Едут из районов активного боевых действий, едут очень много сейчас, практически всё лето у нас прошло под знаком людей из районов Каховской ГЭС. Самое сложное, когда ты смотришь, и за них больно, это люди, которые едут в никуда, куда-нибудь, потому что жить невозможно там больше. Маму с ребёнком отвозят в гостиницу. Дорога их вымотала, и главное для них сейчас – отдохнуть в нормальных условиях. Молодую пару с домашними питомцами заселяют в специальную волонтёрскую квартиру, где у беженцев есть возможность выспаться, поесть, привести себя в порядок, чтобы двигаться дальше. Это наши туристы. Кёма чёрный и рябчик. А это рябчик, а это Кёма. Саша и Юля, которые везут с собой трёх кошек и одну собаку, говорят, что пока не знают, куда поедут дальше. По их словам, все питомцы очень дружные, и в дороге никаких проблем не создавали. Он такой молодец, так всё мужественно вытерпел. А вы почему решили всё-таки уехать? Потому что в Донецке жизни нет, в Донецке страшно. К тому же я не согласна с русским миром в Донецке, не согласна совсем. Я русская, я русскоязычная, я выросла в русскоязычном городе, в русскоязычной семье. Но то, что сделала Россия с нашей жизнью, я больше не хочу себя идентифицировать с нацией, которая так поступила с нами. Надежда рассказывает, что тяжело было уехать из Донецка. Не хватало денег, да и паспорт украинский был уже просрочен. Но именно благодаря этому паспорту и тому факту, как она говорит, что не взяла российское гражданство, её побег от войны в Европу всё же стал возможным. Она благодарна волонтёрам, которые помогли ей выехать из Донецка и поддерживают в пути. Это относится и к Александру Саветой, который помогает беженцам практически с самого начала войны, развязанной Россией против Украины. Поток беженцев, он, конечно, идёт определёнными волнами, но сказать, что он стал меньше, нельзя. То есть каждый день, каждую неделю идут люди, едут на перевозчиках, переходят границу пешком. И ещё проблема, они же берут с собой животных, потому что, ну как? Ты с этим котом сидел на крыше дома, пока там всё вокруг была вода, там, пятеро суток, а куда ты его бросишь? Очень много животных, особенно в последнее время. И, соответственно, на нас сейчас легла достаточно важная задача, потому что именно Латвия осталась пока что той страной, которая до сих пор ещё впускает по облегчённым правилам. Мы очень надеемся. Да, именно животных, да. Эвита говорит, что часто приходится обращаться в ветклиники, чипировать въехавших в Евросоюз животных, ставить им прививки, оформлять ветеринарные документы. Но всё это, по словам волонтёров, приятные хлопоты. Совсем другое отношение к человеку, который не предал, не оставил своего друга. Понимаешь, что ты хорошего человека встречаешь, у него сердце есть. Устроив на ночлег прибывших беженцев, Александр и Эвита готовятся к встрече следующих. Поздним вечером они отправляются в магазин. Мясная нарезка, сыр, хлеб. Следующий большой автобус с украинскими беженцами, который идёт из Москвы в Варшаву, прибудет в Дагупил с ранним утром. Быстребродов должно хватить на всех. Родная. Так, вот, главное, здесь вот будет пин-код, эту карточку не потеряйте. Этот автобус, который организовали российские волонтёры, идёт через Дагупил с транзитом. В нём 46 человек. Александр вместе с женой направляется в Германию, куда ранее выехала их дочь с внуком. Говорят, что сами уезжать не собирались, но пришлось. Дуже страшно. Ракеты летают. Лес у нас, кроме села, лес. Уже практически выгорелся весь. И света нет, воды нет. Тяжко, дуже тяжко. На этом автобусе отправляется в Германию Надежда со своим котом Барменталем. Она со слезами на глазах прощается с далгопилскими волонтёрами, которые, по её признанию, тронули её сердце заботой и добротой. Евгений Павлов. Настоящее время. Балтия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова